Техникум Каждое десятилетие, при каждом руководителе, он менялся. Менялся со временем и связанно с тем, в какой эпохе это происходило. Если это было послевоенное время, надо было восстанавливать разрушенный Сталинград. Послевоенный Сталинград. Казалось, его невозможно воссоздать из руин, но люди сотворили чудо. Чтобы вернуть его к жизни, нужны были каменщики, маляры, штукатуры, мастера и прорабы, плотники. Для решения этой проблемы был создан Сталинградский строительный техникум. Днем учащиеся работали на восстановление города, а по вечерам садились за парты. Сейчас Волгоградский строительный техникум – одно из самых известных и востребованных учебных заведений не только в городе, но и по всей стране. Сейчас мы уже далеко ушли от того понимания, что рабочее – это грязно, рабочая профессия – это непрестижно. Сейчас это совершенно другой уровень. Это престижно, это красиво, даже если хотите. Перед каждым из нас рано или поздно встает непростое решение, какую дорогу выбрать в жизни, какую профессию освоить. Мы подготовили небольшой гид по одному из самых известных учебных заведений Волгограда. Здесь, в строительном техникуме, выбор специальностей настолько широк, что каждый найдет себе профессию по душе. Итак, начнем. Дом – это живой объект. Именно так мы обучаем наших студентов. Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. Вы будете специалистами в организации и проведении работ, которые помогут не только сохранить дом в надлежащем состоянии, но и обеспечат комфортные условия проживания. Также вы сможете помочь жильцам в решении различных бытовых вопросов. От здоровья, от эксплуатационной, технической надежности каждого многоквартирного дома зависит благополучие каждой семьи, проживающей в нем. И на сегодня данная сфера деятельности именно по управлению многоквартирными домами недоукомплектована профессиональными кадрами. Есть очень большой спрос на именно этих специалистов. Я буду работать по своей специальности, потому что она хорошо оплачиваемая, всегда нужная. И мне хочется помогать людям. Я выбрала эту специальность, потому что мне нравится контактировать с людьми. Я хочу в дальнейшем открыть свою управляющую компанию. И здесь меня в техниках очень много чему научили. Одно из самых благородных и нужных профессий – пожарный – тоже обучают в Волгоградском строительном техникуме. Выпускник обладает следующими умениями – организация и проведение работ по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ в очагах возгорания, техническому обслуживанию и устранению неисправности пожарного вооружения и аварийно-спасательного оборудования. Я обладаю профильным образованием, люблю свою специальность. Передать свои знания, которые у меня имеются подрастающему поколению будущих пожарных спасателей и научить их тому, что они должны знать, уметь, что я умею сама – для меня это честь. Решил пойти на пожарную безопасность, потому что хочу помогать людям, спасать людей и просто помогать нашей стране. В этом году открылась новая специальность – сетевое и системное администрирование. В эпоху современных технологий одна из самых востребованных специальностей – системный администратор. Это специалист, который занимается настройкой, совершенствованием и поддержкой IT-инфраструктуры компании, включая оборудование, программное обеспечение и сетевые подключения. Очень требуются данные IT-специалисты. Даже государство выделяет господдержку для продвижения IT-технологий и поддержки IT-специалистов. В эру IT-технологий эта специальность всегда будет востребована. И студенты, получившие эту специальность, всегда найдут себе работу. Пускаем радиатор сейчас вниз, выравниваете кронштейны, снимаете радиатор, снимаете вверх, поднимаете вверх, вы снимаете аккуратно. Содержать инженерные системы в порядке – задача не из легких. Но будущие специалисты обладают всеми необходимыми навыками. Студенты проходят учебную и производственную практики. Они самостоятельно выполняют поставленные задачи в условиях реально действующего предприятия. Сейчас вот есть мастерские, которые открыты с 2021 года. Здесь оборудование последнее, современное у нас. Мы обучаем детей новым методом работы с этим оборудованием, так как прогресс не стоит на месте. То есть мы постоянно что-то совершенствуем, показываем что-то новое на базе нашего техникума. Вас наверняка привлекли современные мастерские Волгоградского строительного техникума. Они оснащены современным оборудованием и качественными материалами. Это позволяет студентам максимально качественно обладать практическими навыками, а также сдать демонстрационный экзамен. Давайте познакомимся с этими уникальными мастерскими поближе. Данная мастерская геопространственной технологии. Студенты специальности строительства и эксплуатации зданий, автомобильные дороги. Сдают здесь демонстрационный экзамен по геопространственным технологиям. Обучаются на современных приборах, роботизированных электронных тахеометрах. Также работают со спутниковыми системами, GPS-навигаторами, сканерами. Мы с вами находимся в мастерской «Кирпичная кладка». Здесь ребята отрабатывают свои навыки по работе с кирпичом. Проходим теоретические обучения. Практически подготавливаем к сдаче демонстрационных экзаменов. А также подготавливаем и проводим различные профчемпионаты регионального уровня. Мастерская оборудована современными инструментами, оборудованием, камнерезные станки. Мы находимся у нас в мастерской малярно-декоративных работ. В данный момент ребята готовятся проводить тренировки к демонстрационному экзамену. По заданию у них они выполняют два модуля – жесткая фреска и фристайл. Профессия маляра-декоратора востребована не только у нас в Волгоградской области, но и по всей России. Для меня техникум – это, может быть, громко, я сейчас скажу, но это очень искренне, это правда. Для меня это жизнь. Так же, как моя семья. Семья дома, семья здесь. Еще одна отличительная особенность Волгоградского строительного техникума – преподавательский состав. Здесь работают профессора, мастера производственного обучения, победители различных конкурсов, мэтры своей специальности. Многие из них – бывшие выпускники техникума. Получив необходимую квалификацию, они вернулись, чтобы передать свои знания будущим специалистам. Также здесь работают и молодые креативные педагоги. Сейчас на одной из стен техникума появляется панорама Волгограда. Этот шедевр студенты создают под руководством молодых специалистов. Мы изображаем профиль нашего города с помощью краски. Тем самым мы хотим показать любовь к нашему техникуму, к нашему городу и к нашей родине в целом. Я являюсь молодым специалистом, я преподаю здесь второй год, но у наших студентов уже есть определенные результаты, навыки. И я считаю, что они очень хорошо справляются с сегодняшней задачей. Спектр деятельности студентов Волгоградского строительного техникума весьма широк. Участники строительного отряда летом 2022 года провели трудовой семестр на международной стройке «Север» в республике Саха, Якутия. На объекте трудились более 600 человек. Также в 2022 году активисты техникума внесли вклад в возведение школ на тысячу мест в Ворошиловском и Красноармейском районах Волгограда. Участвовали в строительстве крытого футбольного манежа в Волжском, реконструкции «Нета» и кинотеатра «Победа». Понравилось строительство, хотел этим заниматься и всегда нравится, что люди всю жизнь что-то строят. Хотелось этим будущим тоже заняться. Самое главное – это командный дух, семья, наставничество, чтобы передать опыт от старшего поколения младшему. Это очень важно. Это самое главное для нас, конечно, подготовить человека целостного, чтобы он был не только прекрасным специалистом, но и самое главное – хорошим человеком и гражданином. В техникуме существует военно-патриотический отряд. Ежегодно в течение семи лет ребята участвуют в параде «Победы» на главной площади города-героя Волгограда. Эмоции были просто поразительные, когда вот именно выступаешь, идешь на площади – это просто гордость даже для нас. Всегда надо помнить о подвигах наших товарищей, которые были тогда на войне, и память – это самое главное, и что у нас есть. За 75 лет существования Волгоградского строительного техникума здесь менялось многое, но вечным остается самое главное – любовь к своей профессии, амбициозные цели и желание вырастить не только высококлассных специалистов, но и людей с высокими моральными ценностями. Техникум – это маленькая родина. Пожелаю я всем крепкого здоровья, творческих успехов, свершений, побед, и чтобы все несли с честью, достойно звание студента и преподавателя Волгоградского строительного техникума. Редактор субтитров А.Семкин